Уважаемый Владимир Владимирович, жители города Копейска обращаются к вам за помощью в завершении строительства дома по адресу улица Фруктовая, 3, застройщик ООО «Уралфинанс». Не ведет строительство уже более 4-х лет и сейчас на него открыта процедура банкротства, а также заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также проблема в том, что в суде нас не признают дольщиками, а называются инвесторами. И значит, федеральный закон 214 о защите прав дольщиков на нас не распространяется. Не дольщики, а инвесторы. Теперь люди, вложившие средства в строительство дома долгостроя по Фруктовой, 3, понимают разницу. А начиналось все несколько лет назад по-другому, вполне прозрачно и привлекательно. «Продавался этот дом именно как жилой. Везде было на сайте, в объявлениях размещено, что это квартиры. Люди велись именно на покупку квартиры. А по факту, когда пришли заключать договора, увидели такое слово «апартаменты». Кто-то вообще, например, не увидел, потому что не все юридически грамотные. И те, кто заметил, допустим, задавали застройщику вопрос, что значит апартамент, и он объяснял это тем, что просто так удобнее получить разрешение на строительство, удобнее вести стройку. Но потом он переведет это в жилой дом, и он выдавал дополнительные соглашения к договору о переводе здания в жилой дом». «Привлекла, да, цена, конечно же, привлекла. Миллион двести пятьдесят за шестьдесят квадратов. Цена привлекла. Тем более, я заключил договор с риэлтором, так как сам в этом не знаю ничего. Она мне сказала, что застройщик надежный, стройку достроит, коммунистический 28 построил, и этот дом тоже достроит. Ну, естественно, у меня не было поводов ей не поверить, потому что она в этом деле уже не первый год этим занимается, и поэтому я даже без всякого сомнения приобрел эту квартиру». Но даже нежилые апартаменты получить не удалось. Тридцать человек, заключившие договоры, ждали достройки дома несколько лет. В прошлом году ситуация с многочисленными копейскими долгостроями сдвинулась с мертвой точки. По всем приняты положительные решения. Но «Фруктовая-3» единственная осталась в зависшем положении. Люди обратились в суд. «Сейчас в суде нас не признают дольщиками. Соответственно, у нас полноценно не распространяются все законы. Закон 214 о защите прав дольщиков. И мы не можем встать в третью очередь на получение именно жилищных требований. Мы попадаем пока только в четвертую очередь на денежные требования». «По факту мы такие же дольщики. Мы не преследовали никакой цели коммерческой. Мы обычные люди, не бизнесмены, чтобы приобретать какие-то офисные помещения для какого-то своего дела. И вот сейчас даже суд, руководствуясь вот этим, считает, что мы все-таки как бизнесмены, вложившиеся в квартиры, в апартаменты, которые прогорели просто-напросто. Вот так они считают. И из-за этого еще не признают нас дольщиками. И считают, что мы сами виноваты. И никакое право мы не имеем на какие-то помещения». С юридической точки зрения ситуация непростая. Самим не разобраться. Инициативная группа за помощью обратилась к власти. У депутата Законодательного собрания области Дмитрия Сумина уже есть положительный опыт решения проблем инвесторов строительства жилья. Дольщики дома по улице Республиканской 2А получат денежные компенсации. Теперь депутат готов взяться за новую задачу. «На самом деле понятно, что есть законный путь решения этих проблем в Минстрой, когда подключали. То есть они не могут эти барьеры административные перейти. Но когда все-таки подключается депутат, мы создаем рабочую группу, дорожную карту и понимаем, что мы не теряем время на тех или иных моментах. Поэтому люди обратились. Естественно, мы по такому же пути и пойдем сейчас решать эту проблему». Рабочая группа организована и в администрации Копейска. 24 мая прошло одно из заседаний, куда кроме инвесторов пригласили представителей Минстроя области и конкурсного управляющего, назначенного после признания застройщика банкротом по иску администрации. «На встрече каждому было объяснено, что нужно делать. Был проговорен алгоритм действий. Конкурсным управляющим даны были такие подробные комментарии, что нужно делать, куда обращаться, как обращаться. Более того, конкурсным управляющим были даны еще и телефоны, чтобы можно было именно в любое время связаться с сотрудниками именно его структуры. И первым заместителем главы было принято решение, что вот такие встречи с участием участников строительства, дольщиков, ну как вот они себя считают, либо инвесторов, как на самом деле являются, представителей Минстроя, соответственно, конкурсным управляющим будут проводиться на постоянной основе. Поэтому какие-то другие действия, они не могут быть просто предприняты. Есть федеральное законодательство, которое, конечно, мы не можем нарушать». Теперь у инвесторов дома по фруктовой есть два варианта решения. Либо дождаться выплаты компенсации после продажи объекта незавершенного строительства, либо самим привлечь нового застройщика и получить положенные квадратные метры. Вариант с получением статуса дольщиков невозможен на сегодняшний день. Поэтому обращение к президенту – способ привлечь внимание к этой теме. Продолжение следует...